Привет, друзья! Mac mini, конечно, не был первым мини-пк, но именно с момента его появления устаканился формат подобных небольших компьютеров, а сам он стал своего рода входным билетом в мир Macintosh для очень-очень многих, именно из-за своей цены. При этом мини-пк, нет-топы, небольшие компьютеры по своим габаритам, лишним многим превышающие размеры внешнего оптического привода, практически сразу приглянулись корпоративным клиентам. Но не только им, многие покупали себе такие и домой. Повесил нет-топ зажига-монитор на штатном креплении и получил компактное и относительно мобильное рабочее место. Обслуживать и заменять просто, можно прицепить к уже закупленным мониторам. При этом мини-пк может быть установлен быстрый процессор и мощная дискретная ноутбучная графика. Ну, это в самых дорогих моделях. Asus View Mini UN65U, конечно, гораздо дешевле. Цена на этот нет-топ начинается с отметки немногим более 23 тысяч рублей с мобильным процессором Intel Core i3. Вариант с i5 обойдется на 4 тысячи рублей дороже, а вариант с i7 еще на 6 тысяч рублей дороже. Во всех случаях это процессоры 2 ядра, 4 потока, но с разной базовой частотой. Плюс у i5 и i7 есть boost режим, а у i7 больше кэш-памяти. По цене варианта с i5 лично мне кажется оптимальным. Именно на нем мы сегодня поработаем и поиграем. Но сначала мне бы хотелось рассказать об устройстве девайса и его начинке. Вопрос немаловажный, так как минимум один раз залезть внутрь придется для установки оперативки и SSD. Многие на топа продаются без памяти. Тем лучше. Выберем на свой вкус. Процесс сборки и разборки мне очень понравился. Все просто, понятно, логично, но учтите, друзья, в домашних условиях процессор заменить не получится, так что сразу берите вариант с тем процессором, который вас полностью устроит. Место для жесткого диска конструкции также не предусмотрено, поэтому для всех ваших файлов, программ, игр и операционной системы нужно будет найти место на одном единственном SSD. С учетом того, что есть куча облачных сервисов и тот же Google позволяет бесплатно хранить в неограниченном объеме чуть ужатые фотографии в своем облаке, задача, в принципе, решаемая. Мы попросили Kingston прислать для этого теста один из самых доступных своих накопителей на 240 гигабайт. Название у девайса строго буквенно-цифровое, содержащие кое-какую информацию о его габаритах и спецификациях. SM2280, S3G2, 240G, где 22,80 это ширина и длина накопителя в миллиметрах, S3 это толщина полтора миллиметра, G2 это, по всей видимости, поколение 2, а 240G это объем. Вот так, никаких Predator, Savage и HyperX, зато и цена в Москве у девайса около 6000 рублей. Я думаю, что для нашего теста этого будет достаточно и без всяких громких имен. Кто не знает, разъем М2 может решать разные задачи и работать через разные логические интерфейсы, в зависимости от того, сколько контактов используется и какие контакты используются. И данный накопитель, например, работает через логический SATA, имея ограничения по скорости. Однако, в любом случае, лично я считаю, что даже логический SATA на физическом М2 предпочтительнее, чем SATA обычный. Скорость самых быстрых SSD с SATA упирается в физические ограничения скорости SATA, а у М2 с NVMe предельная скорость, это максимальная скорость 4 линий PCI. И уже сейчас под М2 есть диски, которые могут выдавать скорость более 2,4 ГБ в секунду. Этот накопитель Kingston собранный на базе не самых дорогих компонентов, обеспечивая скорость линейного чтения более 560 МБ в секунду. Для сравнения, это скорость самых быстрых SSD с SATA подключением, а вот скорость записи, конечно, ниже, менее 330 МБ в секунду. По сроку службы накопитель рассчитан на 5 лет в режиме использования, когда две трети его объемом перезаписываются полностью каждый день, либо миллион часов наработки на отказ, либо 300 ТБ записанных перезаписанных данных. Для продления срока службы используется ряд технологий, выравнивающих износ ячеек памяти. Диски большего объема имеют больший срок службы. Максимальное энергопотребление чуть больше 3 Вт. Вес 6 грамм. Если задуматься, вот на эти 6 грамм можно было поместить все ключевые знания человечества, содержание целой библиотеки. А ведь это теперь уже вещь повседневная, доступная многим. Ну ладно, не буду отвлекаться. Так как возможности разгона процессора и памяти в BIOS не предусмотрено, я рекомендую не переплачивать за память. Я также попросил у Кингстона для этого ПК 8 ГБ самой дешевой оперативной памяти KVR, подходящего нам ноутбучного формата, а прислали мне 16 ГБ. Придется теперь, наверное, включать небольшой тест с видеомонтажом, потому что куда еще столько утилизировать памяти у NetTop. У Кингстона память KVR это недорогая, в то же время надежная оперативная память. KVR расшифровывается как Kingston Value RAM, типа отличная оперативка за свои деньги. Ноутбучный формат модулей с Odim также используется моноблоках и на топах, как у нас. Это более короткие модули памяти, воткнуть их в обычный ПК просто так не получится. Брать оперативную память я рекомендую комплектами. Такие комплекты всегда тестируются на совместимость для работы друг с другом. Плюс пара модулей может работать в двухканальном режиме, полностью утилизируя потенциал подсистемы памяти. Переходим уже непосредственно к нашему мини-ПК. Встроенный катридер неплохой, выдают более 20 мегабайт секунды при копировании файла с быстрой флешки формата SD на наш SSD. Встроенный Wi-Fi адаптер также быстрый, он может работать со скоростью до 867 мегабит в секунду. На практике с имеющимся каналом разницы между скоростью подключения по Wi-Fi и проводом у меня нет. Так что можно использовать только Wi-Fi и не заморачиваться с лишним шнурком. Данный NetTop потребляет не более 65 ватт. Система охлаждения очень тихая, даже под максимальной нагрузкой практически не слышно. При включенном режиме быстрой загрузки на запуск ПК с Windows 10 и всеми обновлениями требуется немногим более 18 секунд. Все повседневные приложения, браузер, офис и т.д. стартуют и работают быстро, отзывчиво. Вне зависимости от настроек программы, монтаж видео в DaVinci Resolve комфортным не назовешь. А вот Premiere можно монтировать Full HD и даже 4К. Конечно, все медленно и превью проигрывается не очень плавно. Но задачу в случае необходимости решить можно. А вот смотреть видео в 4К и уж тем более в Full HD комфортно. И на роль медиапроигрывателя по телевизор девайс годится. Теперь тест WinRAR. Мы получили немногим более 4000 баллов. Для сравнения у десктопного процессора i7-7700K без разгона 11 с лишним тысяч баллов. Сравнив эти цифры, мы можем примерно оценить разницу в мощи CPU. Однако самая слабая сторона процессора, а вместе с ним и девайса, это все-таки встроенная графика Intel HD 620. Выбор игр будет ограничен продуктами Blizzard. StarCraft 2, Heroes of the Storm, Diablo 3 с некромантом, Halo Wars 2 с соревновательными онлайн играми и играми с более простой графикой, типа Castle Crashers или Dead Cells. Зато все вышеназванные игры идут в Full HD. Настройки графики от минимальных до средних. Также можно воспользоваться стриминговыми сервисами или постримить игры с другого ПК, если он у вас есть, через Steam. Я протестировал, установив настройки клиента на скорость, а не баланс. Играбельно, даже для шутеров. Ну и эмулятор есть. Единственное, что шутер Strafe с закосом под ретро графику моих надежд не оправдал. Прожорливый слишком. Даже в 1280 на 720 на этом ПК тормозит. Но это вопрос именно к самой игре. В целом же, если мы говорим о шутерах, то с таким разрешением будет работать многое, что подтормаживает Full HD. Что же в итоге? Asus Vivo Mini UN65U это небольшой тихий ПК, созданный в первую очередь для офисных задач, интернета, общения в сети, браузинга, просмотра фильмов и так далее. Однако его можно использовать для некоторых рабочих задач и для ряда игр. При всем, при том, за время тестирования к нему не возникло нареканий. Он оказался способным выдержать полчасовую стресс-тест-сессию в Firmark, когда я сгрузил графическое ядро по полной программе и центральное ядро. И ничего с ним не случилось. Отдельно я еще раз хотел бы благодарить Kingston за то, что они прислали нам для этого видео набор из двух модулей оперативной памяти и SSD. Я их не покупал, их нам прислали бесплатно. Такие наборы подойдут не только для тех, кто покупает на топ и думает, что туда воткнуть, но и для тех, кто хочет за не очень большие деньги проапгрейдить ноутбук или моноблок или любой другой девайс, совместимый с ними. На этом тему мини-ПК и вообще относительно компактных рабочих мест мы, конечно же, не закрываем. В следующем видео хочу рассказать об Intel NAC и о технологии Intel Optane. Думаю, что будет интересно. А на сегодня все, друзья. Пока!